так в этом видео я продолжаю говорить о премиум плагинов для доски объявлений диджей класса филд и в этом видео я хочу показать вам плагин вот он вы его видите здесь позволяющий синтегрироваться с компонентом alpha user point немного слов о компоненте alpha user points это бесплатный очень давнишний уже компонент ну то есть давно он уже был создан компонент позволяет сделать на сайте систему баллов то есть сам компонент alpha user point он может работать самостоятельно то есть без доски объявлений то есть jumla и может поставить alpha user point и вкратце что делает компонент alpha user point система баллов это назначение баллов пользователю за действие то есть чтобы мотивировать как бы пользователя что-то сделать то есть по идее интеграция с alpha user point существует с множествами компонентов как интернет магазинов так и вот например доски объявлений получается что например зарегистрацию пользователя за то что человек по своей реферальной ссылке пригласит друга зарегистрироваться на вашем сайте он также может получать баллы эти баллы он как бы копится в его аккаунте отображаются и он этими баллами может расплачиваться или оплачивать часть чего-либо ну например если мы с вами рассмотрим доску объявлений диджей класса feels значит получается он сможет оплачивать баллами какую-то рекламу или доступ платной категории и так далее я не буду в этом видео рассматривать все настройки компонента alpha user point урок не об этом а именно как с интегрировать да как это работает вместе за доской объявлений если вы не знаете вам интересно вы хотите освоить более детальный компонент баллов то есть alpha user point то я приглашаю вас зайти на мой сайт fedor васильев точка ком здесь вы перейдете уроки уроки джума уроки по расширению и здесь вам нужно найти серию уроков вот у меня она здесь размещена вот она вы видите alpha user point нажмите смотреть вас перебросит в материал где там подряд идут вся серия уроков которые я записал ранее про alpha user point естественно alpha user point не будет работать с доской объявлений если их просто установить на один сайт их нужно так сказать подружить или это называется интеграция интеграция как раз занимается специальный плагин вот он здесь он 119 долларов соответственно как расширяется возможности alpha user point это внедрение дополнительных правил так это называется соответственно все здесь есть в этом плагине как будет выглядеть плагин на компьютере смотрите вы купите у вас будет вот такой архив его нужно распаковать обязательно а в папке вы увидите как раз таки два плагина первый плагин необходимый интеграции альфа user points а второй это вывод а именно такой плашечки когда человек оплачивает то есть оплачивать оплатить баллами например продвижение объявлений оба плагина нужны итак давайте приступим к практике к установке к настройке первое что нужно сделать установить компонент альфа user points я подскажу каким мог бы здесь нюансы а вы переходите установить чтобы его не искать установить из jet здесь в поиске вбейте название альфа user points нажмите поиск у вас сразу вот он найдется здесь но к сожалению из репозитория вы не можете поставить там стоит примитивная древняя система что нужно типа зарегистрироваться потом его скачать и так далее она просто чтобы быстро попасть на страницу альфа user points вам его нигде не искать вы можете просто здесь его найти кликнуть а дальше вот здесь вот кнопка будет видите написано не просто install а регистр и install то есть говорящий о том что надо сначала зарегистрироваться кликните у вас у вас вот окно с информацией нажмите окей вас перебросит уже именно на страницу альфа user points вот сюда то есть магазин компонент бесплатный скачать не получится просто как нужно бесплатно зарегистрироваться здесь платить не нужно ни за что они конечно предоставляют и коммерческие плагины различные вам это здесь не нужно нужно скачать вот именно его он бесплатный вот здесь вот авторизация в 10 регистрация ссылка призе произведите обычную регистрацию и скачать его сначала на компьютер вот этот компонент мне естественно он скачан вот так он выглядит просто перетаскиваем как обычно расширением устанавливаем на на сайт после установки компонент будет выглядеть вот так показано что у нас здесь установилась теперь необходимо установить необходимые плагины интеграции открываю плагины и оба плагина ставлю в установку так один есть теперь второй плагины готовы теперь мы переходим сначала с вами в плагины находим два наших только что установленных плагина зайдем в каждый из них вот именно этот плагин он выводит на сайте плашечку оплаты баллами за продвижение например объявление вверх включаем сохранить закрыть этот плагин тоже включаем и здесь есть такое поле нам подсказки показано что здесь вот в это поле мы можем скажем с новой строки написать индификаторы наших категорий и напротив сколько будет начислено баллов по системе alfa user point то есть как это понять как здесь вот в подсказке 10 3 15 2 вот этот первое число это цифра индификатор категории через черточку 3 то есть вот 10 это индификатор категории 3 это 3 баллов будет начислена в эту категорию как посмотреть сохранить закрыть как посмотреть индификаторы да вы переходите диджей класса fields переходите категории и вот они вот айди 1 2 3 4 то есть если вы хотите конечно это не обязательно делать если хотите в какой-то определенной категории или во всех или в нескольких чтобы за эту категорию то есть за то что человек в эту категорию добавить объявление чтобы ему начислялись какие-то баллы именно вот через компонент alfa user point тогда вы здесь запоминайте индификатор вашей категории проходите в плагин и вот здесь вот прописывайте как в примере то есть если первая категория это индификатор 11 тире там 33 балла вот так вот я не буду здесь проставлять ничего сохранить закрыть дальше давайте познакомимся немножко с alfa user points здесь необходимо все равно произвести какие-то базовые настройки как я уже говорил сам компонент я не затрагиваю объяснять здесь ничего не буду есть у меня уже серия уроков об этом и здесь вот нам нужно чтобы вот это синее сообщение здесь исчезла нам нужно синхронизировать пользователей сначала как вы можете видеть компонент уже на русском языке вот здесь такая есть плитка синхронизация пользователей обязательно на нее нажать все пользователи синхронизированы у нас остается еще одно сообщение то есть горячий о том что надо пройти в настройки по идее вот здесь просто посмотреть какие настройки здесь нам нужны и сохраниться то есть произвести какие-то настройки я никаких настроек не делаю нажимаю сохранить закрыть и сообщение тоже исчезает говорить о том что якобы я там настройки уже все сделал следующее что нам нужно нажать это правило вот эта кнопка автоматическое определение новых правил нужно чтобы компонент определил те правила то есть вот этот плагин который мы с вами поставили интегра интеграция это есть там правило нажимаем автоматическое определение новых правил нам система говорит новые правила успешно установлены то есть установили новые правила от компонента диджей класса feels у нас их 9 все в принципе остальные настройки полностью относятся к глобальным настройкам именно компонент альфу из зерпоинцы то есть вам необходимо будет потом на досуге ознакомиться более детально с этим компонентом и настроить его под себя потому что здесь есть обычные правила там баллы за регистрацию на сайте так далее который надо тоже по идее настроить прежде чем мы с вами продолжим знакомиться с правилами я вам сразу предлагаю чтобы мы могли посмотреть как начисляются баллы чтобы это как-то был на сайте поэтому переходим с вами меню майн меню у альфа user points есть свой пункт меню перешли в меню нажимаем создать как-нибудь назовем я просто назову чтобы не потеряться правило альфа и здесь вы можете видеть пункт альфа user points он появляется как только компонент был установлен на jumbo выбираем и выбираем здесь настройка раскладки правил здесь я выберу мой аккаунт пускай отображается сохранить сразу давайте пойдем на сайт обновимся посмотрим где это авторизуемся во первых так я авторизован правило альфа я назвал чтобы быстро найти пункт меню и здесь мы видим с вами список по сути правил сейчас пока не буду вам объяснять сейчас в админке покажу лучше как это вообще настраивается да и конечно можно вывести этот пункт если хотите тоже но я немножко не то вывел то что я изначально хотел правило альфа заходим еще раз выбрать альфа user point и раскладка аккаунта пользователя вот второй вариант я выбираю сохранить то есть их то можно все вывести по идее но я хочу вывести именно этот как только я выбрал раскладка аккаунта пользователя здесь пункт поменялся вот как я хотел чтобы отображался мне сейчас нужно вам показать что вот мой рейтинг 0 чтобы показать как он здесь начисляется ну чтобы это как это вообще видно на сайте за то или иное действие теперь давайте посмотрим под настроем правила переходим альфа user points переходим здесь кнопка правила здесь вы можете видеть правило по умолчанию здесь видно а помечено то что не опубликовано красным кружочком в каждое правило можно зайти она здесь описано что оно означает каждое правило и включить то или иное правило и назначить тому или иному правилу количество баллов начисления за то или иное действие то есть вот верхний мы не трогаем мы будем смотреть только интеграцию то есть которая диджей классы fields у нас их 9 вот здесь вот вот видно плагин как где только начинается диджей класса fields и вот они вниз идут 9 штук и тут как раз ките 9 правил которые установились вместе с плагином это те правила которые нам нужны также обратите внимание у вас есть вторая страница здесь тоже правило это те которые по умолчанию шли с альфа user points их по идее в идеале вы тоже нужно настроить если вы только-только знакомитесь с этим компонентом я настрою только несколько из правил чтобы показать как это работает например я хочу чтобы начислялись баллы за то что человек загружает изображение в объявлении и просто за само загрузку изображать загрузку объявления на ваш сайт и вот эти вот вещи они все переводятся на русский то есть вам надо зайти в каждое правило обратите внимание напротив каждого правила диджей классы fields везде стоит 00 баллов в любом случае то правило которое хотите чтобы вас работало начислялись баллы активировалась здесь нужно назначить эти баллы и давайте вот просто я вам покажу на примере другого своего дома сайта чтобы просто это было быстрее правило я здесь уже перевел вот они видите правило первое правило давать очки когда зарегистрированный пользователь создает рекламу ну то есть вот просто подачи рекламы на ваш сайт я здесь сделал три балла соответственно дальше давать очки когда зарегистрированный пользователи редактируют рекламу я их посчитал что это но зачем за это награждать поставил 0 0 баллов ну то есть не менял просто балла добавить очки когда зарегистрированный пользователь добавляет местоположение ну тоже 0 и вот интересно добавить очки когда зарегистрированный пользователь добавляет изображение в рекламу ну то То есть фотографию добавляют к своему объявлению. Я за это даю 5 баллов. Давать очки, когда зарегистрированный пользователь добавляет категорию в объявление. Дальше. Добавить очки, когда зарегистрированный пользователь продлевает объявление. Добавить баллы, когда зарегистрированный пользователь присоединяется к аукциону. Дать очки, когда зарегистрированный пользователь покупает продукт. За это я дал 2. Ну, то есть он зарегистрированный пользователь, какой-то товар купил с доски объявлений, и еще за это ему 2 балла накидывается. И давать очки, когда зарегистрированный пользователь продает продукт. То есть он меня купил, ему назначил 2 балла, и я еще заработаю. 2 балла я назначил, потому что у меня купили продукт. Вы сами решайте, какие правила вам активировать. Соответственно, вот это вот название тоже надо переводить на русский язык, потому что они будут фигурировать на сайте. Я не стал их переводить, просто перевел одно из них, загрузка изображений. Вы позже увидите, где это настраивается. Соответственно, я возвращаюсь в свой рабочий сайт. Загрузка изображений я только выставлю, чтобы вам показать, как это работает. Вот, заходим в правило. То есть вы должны зайти в каждое правило. И вот название здесь обязательно можете поменять, например, загрузка изображений. Описание вот здесь вот просто все удаляете. Ну, сначала скопируйте это предложение, переведите его, или своими словами напишите. Дальше по настройкам правил уровень, но опубликовано понятно. Баллы. Вот здесь мы ставим 5 баллов за то, чтобы загрузил изображение. Фиксированные баллы, да. Процент не ставлю. Истекает. Можно сделать, когда будут эти баллы истекать. Также, чтобы, например, не злоупотребляли и не спамили там объявлениями ради того, чтобы просто набить баллы. Здесь можно настроить всю эту систему. То есть, например, раз в день для пользователя. Вот здесь можно выбрать, да. Всякий раз по умолчанию. У меня стоит по умолчанию. Это значит, каждый раз будет начисляться раз в год для пользователя, раз в месяц, раз в неделю, раз в день для отдельных пользователей. Или раз в день для пользователя. Вот, наверное, лучше надо будет выставить так. Раз в день. То есть, один раз только в день ему начислятся. По идее, эти 5 баллов за изображение. Соответственно, если он еще десяток объявлений добавит с изображениями, начислиться не должно. Ну, вот такого рода настраиваете все правила. Дальше нажимаете сохранить, закрыть. И, соответственно, я настрою еще одно правило. Это у нас первое правило. Дать очки, когда зарегистрирован пользователь создает рекламу. Чтобы вам просто наглядно показать. Это первое правило. Вот это вот. Соответственно, я здесь также даю, пускай будет 3 балла. Сохранить, закрыть. Соответственно, вот эти описания, это все для вас. В админке, по-моему, фронтальной части, по-моему, это не будет отображаться. Вот эти описания просто переведите и проставьте здесь на русском для себя. Ну, вот эти названия, они точно будут на сайте. Это будет показано в статистике, за что наградили пользователи. И там будут эти английские все словечки. Поэтому лучше сразу на русский здесь тоже переменуйте. Итак, по сути, мы два правила настроили. По сути, уже это должно работать для новых добавленных объявлений. Вот смотрите, еще раз посмотрим. Я обновляю эту страницу. Видим, что здесь 0. Мой рейтинг 0. Убедитесь, что вы авторизованы. И давайте добавим объявление. Просто за то, что я добавлю объявление, мне уже накинут 3 балла. И за изображение еще 5. Заголовок я пишу. Тест. Категория. Ну, какая-нибудь категория. Цена договорная. Описание. Давайте я добавлю какое-то произвольное изображение. Дальше. Просто здесь нужно заполнить обязательные поля. В остальном здесь уже не важно. Я соглашаюсь с условиями. И нажимаю сохранить. Объявление успешно добавлено. Теперь мы смотрим с вами, переходим мой аккаунт правила. Видим, что ровно 8 баллов. 5 плюс 3 добавилось. И здесь общий рейтинг. Вот здесь вот есть такая ссылка. Последняя активность. Мы переходим сюда. Видно, что welcome, добро пожаловать. 0. Это правило стандартное. Оно не настроено просто у нас. И, соответственно, вот я говорил то, что я на русском и вот на английском языке. Видите, два действия. Data стоит. И за что? 5 баллов. Это объявление тест. Загрузка. За загрузку изображения нам дали 5 баллов. И дали за просто размещение объявления 3 балла. То есть у нас как бы все работает уже. Теперь я хотел показать вам плашечку приобретения. Как расплачиваются по идее. То есть, например, добавить объявление. Например, пакеты баллов. Купить. Вот о чем я и говорил. Вот на такой странице будет появляться Alpha User Point. Вы видите, здесь будет показано количество баллов. И, соответственно, будет возможность оплатить этими баллами какую-то услугу. Ну и здесь, в данном случае, пакет баллов. Тот пакет баллов, который у нас же есть своя система баллов в компоненте DJ Classy Fields. Это просто пример. На самом деле, поднять объявление вверх. Также можно поднять его за счет вот этих вот поинтов именно от Alpha User Point. Если мы посмотрим внимательно на примечание на странице разработчика. Здесь описано, помните, настройка очков в DJ объявлениях теперь становится точкой АУП. Ну это сокращенно Alpha User Point. Так что, если вы установили цену для продвижения с одним очком, установленным в DJ объявлениях, теперь оно становится одним очком Alpha User Point. Вот, будьте здесь внимательны в настройках этого компонента. И также я рекомендую здесь также прочитать в текстовом виде, более детально ознакомиться именно как это должно работать.